Дело шито белыми нитками. В этом выражении нет ничего плохого. Нитки, иголка, шило, фотоаппарат. Неотъемлемые атрибуты работы следователя прокуратуры, как раньше, так и сейчас. Несмотря на современные гаджеты, многочисленные тома уголовных дел по-прежнему сшивают вручную. Прокурорские работники – белые воротнички правоохранительной системы страны. 16 тысяч исков по нарушению федеральных законов они отправили в суды в прошлом году. Взяточничество и лиходейство – этот старинный фолиант и сейчас может стать настольной книгой следователя прокуратуры. 30 декабря был вынесен обвинительный приговор в отношении заместителя главы городского округа Гелячева с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы, который обвинялся в мошенничестве с использованием своего служебного положения. По версии следствия, чиновник помогал предпринимателям перевести жилые помещения в нежилые. Не бесплатно. Получил взятку более 1 миллиона рублей. Кроме противодействия коррупции, силовики Чапаевска успешно борются с наркобизнесом и другими преступлениями. На торжественном собрании прокурору этого города Алексею Махову вручают знак отличия за верный закону. Награды от Генеральной прокуратуры, Главного федерального инспектора, Губернатора Самарской области и Губернской думы получили сотни работников ведомства. Благодарили и ветеранов. Николай Угодник – так называли Николая Куценко люди, которым он сумел помочь. Без малого 40 лет он служил государеву оку. В 70-х – первый прокурор автозаводского района Тольятти. А на пенсию ушел с поста прокурора Самары. Я могу сказать, я был прокурором автозаводского района, чтобы прожить, я собирал бутылки, потому что зарплата была маленькая, чтобы прокормить семью из двух детей. Но суть не в этом. Профессия крайне тяжелая. И я считаю, что если человек ушел по истечении рабочего дня, не уставший отсюда, значит он отдал не все, то, что должен отдавать прокурор. Эти цифры говорят сами за себя. 100 уголовных дел по инициативе областной прокуратуры возбудили в прошлом году. Более 10 тысяч должностных лиц оштрафовали или уволили за нарушение закона. Ольга Морозова, Константин Головин. События.